Когда я начинаю работать в камне, сначала всё идёт вроде как надо, то есть когда работа начинается. А потом вдруг начинаешь замечать, что она становится непохожей на то, что я себе представлял. Мозаика достаточно трудоёмкая техника для любого художника. Камнерез Сергей Карлов признаётся, не каждый рисунок можно перенести в камень. Порой из десяти эскизов только один подходит для создания мозаики. В одном панно до 500 каменных деталей. Зачастую даже сам художник не знает, чем закончится работа. Материал для панно — это местные степные камни, шероховатой фактурой и неоднородной формой, со следами былых времён. Технику придумал сам, соединил элементы флорентийской и римской мозаик. А благодаря чёрному клею между кусочками камней сделал свои работы, не похожие на другие. Я использую максимально много камней с природными фактурами, текстурами, то есть не обрабатывая их. Вот и получается, получилась графика, такая графическая вещь, да ещё с натуральными фактурами. То есть это как бы сочетание, которое дало время и опыт. Образы у художника не из интернета, они рождаются сами. Это люди, которые лишены сегодняшних проблем и живут по-другому. Мастер говорит, за 30 лет понял точно — рисую прошлое. Я пытаюсь влиться в этот процесс, потому что он потрясающе интересный. Другое дело, я считаю, что у меня ещё не очень хорошо получается. Сегодня в создании каменных панно помогает супруга Галина по образованию художник. Однако, говорит, не так-то просто найти нужные камни для эскизов и перенести их на картину. Но когда начинает получаться, оторваться от дела очень сложно. Красиво, хорошо, гармонично. Всего несколько камушек. Мы печенье так пекли однажды. Вырезали просто кусочки, обыкновенные печенья, раскатали пласт. И разговаривая, я смотрела, как Серёга выкладывает его на противень. Потом я смотрю, ну, получилась мозаика. Мне нужно напрягаться, а он это делает легко. За 30 лет Сергей Карлов сложил более полутора тысяч каменных картин в авторской технике. Принимал участие в отделочных работах Храма Христа Спасителя в Москве, где выполнял вместе с командой мозаичников центральную часть монументального панно для зала церковных соборов «12 апостолов». Площадью почти 60 квадратных метров. Техники флорентийской мозаики. Прессональных выставок у мастера было не так-то много. Несколько дней назад полное собрание работ художника Камнереза можно было увидеть в выставочном зале музея-заповедника в посёлке Шушенское. Я сначала не могла поверить, вообще из чего они сделаны. То ли это керамика, то ли это какое-то дерево пробковое, то ли что-то ещё. То есть ощущение от них идёт теплоты и какой-то, может быть, энергетики что ли. Оно притягивает, просто хочется стоять возле этих работ, смотреть. Сергей Карлов – участник республиканских, зарубежных и международных выставок. Его произведения украшают интерьеры общественных зданий в Москве, в городах Австрии, Венгрии и Италии. Сегодня Каменных дел мастер готовится к предстоящей выставке во Франции. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.